Сегодня мы поговорим о том, чего не видим, но ощущаем всем телом. Представляем датчик вибрации в формате тройка-модуля. Мы уже не раз использовали датчики вибрации от DF Robots. В батарейном барабашке он реагировал на включение соседского перфоратора, а в танцевальном баттле — на прыжки гостей Maker Faire. И именно в последнем проекте обнаружился главный недостаток этого модуля — сложность калибровки. В условиях изменяющейся влажности воздуха и протекающей крыши нашей палатки датчики приходилось регулярно перекалибровывать. Для этого подключать контроллер к компьютеру и редактировать пороговое значение непосредственно в скетче. И мы выпустили свой, улучшенный вариант этого сенсора в формате 1-юнитового тройка-модуля. Чувствительный элемент — это пьезодиск. Латунная пластина с покрытием из сигнет-электрика цирконата-титаната-свинца. Этот состав имеет ярко выраженный пьезоэффект. При сжатии пластины на разных ее концах возникает напряжение — пропорциональное силе воздействия. Этот же эффект работает и в обратную сторону. Если подать на пьезодиск тох, он начнет вибрировать. Именно на этом принципе работают наши базеры. Сигнал с пьезодатчика можно передать и напрямую на микроконтроллер. Для этого понадобится правильно подобрать сопротивление и собрать несложную схему. Но так можно получить только мгновенное состояние сенсора. Мы пошли дальше и сделали обвязку нашего модуля по аналогии с датчиком шума. На разные пины приходит разная информация. На пин S — разовые замеры показаний датчика. А на пин E — интегрированные измерения за последнюю сотню миллисекунд. Это значение отражает общий уровень вибрации. Все так же, как и с шумом. Потенциометр на модуле регулирует коэффициент усиления сигнала. Он бывает полезен, когда необходимо быстро перекалибровать датчик. Это значительно упрощает отладку проектов. Проверим, мол, он в деле. А заодно устроим небольшой экзамен нашей службы доставки. Соберем простой аналог черного ящика. Он будет записывать историю приключений наших коробок по пути от склада до центрального пункта выдачи. Для этого возьмем стандартную коробку йода. Соберем жесткий каркас инструктора. Закрепим на него искра нео, пауэрбанк и слот шилд. На шилде устанавливаем сенсор вибрации и два индикаторных светодиода. Полную телеметрию запишем на SD-карту. Откалибруем нашего шпиона. Поворачивая потенциометр на модуле, подберем порог срабатывания. На обычную тряску датчик не отреагирует. И останется гореть зеленый индикатор. А вот если с коробкой обойдутся не по-джентльменски... Загорится красный диод. И отправляем нашу коробку в офис под видом обычного заказа. Продолжение следует... У вас уже появились идеи, как использовать эти модули? Тогда делитесь ими в комментариях и в соцсетях. Ставьте хэштег Амперка под своими проектами и оставайтесь с нами. Впереди еще целое море крутейших железок и невероятных электронных штуковин. Ну а пока, до скорого! Цирканата, титаната, свинца. Цирканата, титаната. Какая разница? Цирканат, титанат. Шашлык, машлик. А, сердце ликует. К Presurities,Gregor. У mascальных evangelist. Оттагас. Унешение.